В Севастополе в Институте биологии Южных морей состоялся круглый стол. Современные проблемы охраны окружающей среды в городе Севастополе. С участием ведущих сотрудников севастопольских академических научно-исследовательских учреждений, экологических организаций города, руководства Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Открыли встречу Михаил Васильевич Бричак, первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской Федерации по транспорту, член Президиума Центрального Совета партии «Справедливая Россия», руководитель Севастопольского отделения партии и Юрий Николаевич Токарев, заместитель директора Института биологии Южных морей по научной работе, доктор биологических наук. Безусловно, экологическая безопасность является одним из приоритетов обеспечения жизнедеятельности населения на любой территории. Особенно это важно здесь, в городе Севастополь, где сочетаются уникальные природно-ландшафтные явления с серьезными технологическими составляющими, которые вызывает та инфраструктура, которая на территории Севастополя есть. И промышленная, и военно-стратегическая. И все это, конечно, должно заботливо сочетаться, заботливо находить компромисс, который обеспечит нам эту экологическую безопасность. И не случайно сегодня здесь с нами наши коллеги «Зеленый патруль» экологическую экспедицию, осуществляя по территории полуострова Крым, остановился у нас для того, чтобы со своей точки зрения, с точки зрения общественной организации федерального уровня, работающего достаточно долго, и имея очень серьезные навыки, опыт в решении экологических вопросов, сегодня для нас, конечно, это очень важно. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы наше сегодняшнее мероприятие не завершилось обсуждением. Конечно, это важно, конечно, это нужно, но если обсуждение приобретет характер дальнейшего продолжения нашей работы, конкретных действий по решению тех задач, которые здесь прозвучат, тогда мы будем с вами втрое молодцы, и так молодцы, что мы собрались. Но еще будет гораздо всем интереснее, если мы выработаем нечто, что в дальнейшей нашей деятельности будет нас обязывать к решению этих задач. Как правило, коллеги, такие мероприятия завершаются документом, протоколом, резолюцией, чем-то еще, и обменявшись мнениями по сложившейся ситуации, три-два же метода решения по тем обстоятельствам, которые будут выражены. Мы должны их занести в протокол, назначить дату, назначить ответственных, назначить методики, определить методики решения этих вопросов. Можно обращаться много раз и долго-долго еще в обозримом будущем в разные инстанции, самые высокие в том числе. Это тоже, наверное, нужно, это тоже, наверное, важно, но с моей точки зрения, с точки зрения законодателя и моих коллег-законодателей, гораздо важнее выработать норму поведения общества и обязанности власти, обеспечивающей эти нормы. Я имею в виду принятие регионального закона об экологической безопасности. Если мы этот закон примем и заложим в него основы, обеспечивающие эту безопасность, это будет норма, которая при любых обстоятельствах, независимо от смены чиновников, независимо от их настроения, независимо от их предпочтений в бюджетной политике и самого состояния бюджета, эти нормы будут работать. И я предложил бы идти по этому пути, сформировать законодательную базу, обеспечивающую долгосрочную перспективу экологической безопасности и снятие тех уже проблем, которые существуют и на сегодняшний день беспокоят наших граждан. Позвольте мне, во-первых, поздравить вас с очень большим праздником, который прошел вчера, и крымчане все, и в том числе севастопольцы, имели возможность встречать его впервые, это День России, и, естественно, сегодняшний праздник, не менее значимый для севастопольцев, этот день города Севастополь. Поэтому это очень здорово, что мы собрались именно в такой день и по такому светому поводу. Если бы кто-то и вернулся, говорят, в Англии пенаты, так это, как раз, вот и в студии Биологии Нижних морей, который был Севастопольской биологической станцией, Российской императорской академией, и был основан, вы знаете, в 1871 году великими учеными, Микуха Маклая, Мечниковым, Ковалевским, Александром Муфовичем, и целым рядом других, которые составляли славу и гордость российской науки. Поэтому мне очень приятно приветствовать вас в стенах нашего учреждения, крупнейшего гидробиологического учреждения Европы, не только России, не только Восточной Европы, а вообще Европы. И, можете быть уверены, что все ученые нашего института имеют самое прямое отношение к тематике нашего сегодняшнего собрания и делают все возможное для того, чтобы севастопольцы жили в чистом море, дышали чистым воздухом и, не всегда это зависит от нас, ели чистые продукты. Мы над этим работали и будем работать до конца дней наших. Можете быть уверены. Хотелось бы сказать, что мы очень сильно впечатлены. Впечатлены тем, как встречают, как нас назвали уже веселыми зелеными человечками. Поэтому мы достаточно весело проводим, в том числе, время при общении с местными жителями и так далее. Я бы вот еще хотел сказать очень важную вещь, которую сказал Николай Васильевич, чтобы нам не спуститься. Но уже есть примеры. Мы присутствовали на конференции «Экологическая безопасность». Тоже очень хорошо звучит, но оказалось, что это... Сейчас, секунду. Значит, проводил министр природных ресурсов, прислужниками. Значит, объявили, что конференция «Экологическая безопасность». Мы приехали туда очень внимательно все послушали. Действительно, очень здорово, когда собираются все неравнодушные люди к экологии. Но там она оказалась просто неким методическим семинаром по адаптации предприятий в российском законодательстве. То есть, есть разные вещи. Потому что, действительно, то, что президент объявил в прошлый год, в прошлом году создание концепции экологической безопасности, то, что сейчас об этом вот сейчас очень четко сказал Михаил Васильевич, это просто необходимо делать. Потому что я считаю, что это то самое направление, где мы все можем всегда найти. Но теперь про... Очень пороско про саму нашу идею и про «Зеленый патруль». Мы тоже не москвичи. Мы создавались далеко на Сахалине и постепенно добрались, скажем так, до Москвы. У нас порядка 50 отделений, предстоит по всей России. И вы знаете, мы когда начали собирать информацию, звонки, жители, вот очень много всего, и мы решили создать такую экологическую карту России. У нас это начало получается, мы в интернет-проекте, у нас, если к нам в сайт зайти, у нас такая экологическая карта есть, куда мы заносим все то, что нам докладывают и жители со всех регионов. Дальше больше. Когда у нас информации накопилось очень много, мы решили создать экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. И этот рейтинг, ему уже почти 7 лет, он такой, знаете, общественный рейтинг. То есть мы туда заносим не только информацию открытых источников, информацию от науки, информацию официальную, ну и то, что говорят жители. То есть у нас такие, знаете, такие красные точки по всем субъектам. И этот экологический рейтинг в субъектах начал очень серьезно влиять на ситуацию, потому что первые 10 субъектов нам пишут благодарственные письма, готовы еще больше и больше включаться в эти проекты, а аутсайдеры, ну, можно сказать, иногда даже угрожают. Поэтому мы поняли, что проект работает, работает правильно. Нас очень много пытались критиковать за эти 7 лет, ну, представьте себе, потому что это единственный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации. Но, слава Богу, случилось у нас в нашем рейтинге еще пока белыми пятнами находится Республика Крым и Севастополь. В ходе совещания выступили участники Крымской экологической экспедиции Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской организации «Зеленый патруль», член Центрального совета партии «Справедливая Россия», депутат Сахалинской областной думы. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общественной организации «Зеленый патруль». Александр Романович Балтычев, заместитель директора Института биологии Южных морей. В ходе встречи были обсуждены наиболее актуальные проблемы экологической безопасности Севастополя.